А вот я что недавно нашел. Какой-то ключ гаечный. Да! Да! Состояние автопилот. Лесопилка. Это все он. Это все я. Да мы все любили посмотреть на Биона. А мне кажется, вот здесь вранье. Пожирательница мужиков. Гениально, гениально. Талантливо, очень талантливо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Меня зовут Константин Алисинов. Это шоу Студия 69! Место, где музыканты делают друг другу приятно. Каким образом берут свои хиты, меняются ими и исполняют в своем собственном неповторимом стиле? Если вы еще не подписались на наш канал, то давайте уже это сделаем. Нажмите там, внизу на красные кнопочки. Поставьте лайк. А это значит, что вы будете знать, когда выйдут следующие выпуски. А выйдут они совсем-совсем скоро. Кстати, у нас есть еще Инстаграм. На него тоже можно подписаться. Там тоже много всего интересного. В сегодняшнем выпуске нас ждет два невероятных артиста. Я бы даже сказал градообразующих артиста. Про одну из них что могу сказать? Буквально четыре года назад про нее знали единицы. А сегодня это главный хитмейкер русской музыки. Что не песня, то в яблочко. Что не хит, то в сердечко. Что не выпуск, то в топах всех любых чартов. Встречайте! Зиверт! Юля, привет. Я так рад тебя видеть здесь. Спасибо за такое приветствие. Несколько лет я оббивал пороги всего твоего менеджмента, чтобы ты пришла и здесь оказалась. Я знаю. Спасибо тебе огромное. Аплодисменты тебе. Спасибо. Рядом с тобой напротив тебя сейчас сядет человек, который неустанно выдает хит за хитом. Почти 20 лет мы всей России поем его песни на всех языках, на которых он только их не выпускает. Человек, который успел поработать и с Тимбалендом, и с Ларисой Долиной. В конце концов, Петр Первый прорубил окно в Европу, а он привез Евровидение. Дима! Билан! Здорово! 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 Привет, моя королева! СМЕХ Мой король! СМЕХ Все. Дайте, пожалуйста, пешка возьмет свой сценарий. Это удивительный момент. Итак, слушайте, ребята. Мы в одном кадре. Мы оба в черном. Это невозможно. Да, мэчимся, как ты сказала. Слушайте, прекрасная пара. Наконец-то прекрасная пара. Я сегодня первый раз надел такую сережку. Класс. Да, мы только что поняли за кадром, что я тоже с такой же сережкой. Реально! У тебя-то бриллианты, у меня сваровский чай. Скажите, что у вас в творчестве? Что делаете? Ты меня спрашиваешь? Да вообще всех. Начнем с тебя. Ты знаешь, нет ни единого дня свободного, потому что, так скажем, новое время подарило нам новые возможности. Я с ними сейчас знакомлюсь очень хорошо, как бы пропитываюсь и тиктоком, и всевозможными. Я вижу твои тиктоки. С повыми, я не знаю, мини-роликами, что-то монтирую, знакомлюсь с новыми, я не знаю, блогерами, делаю какие-то фьючеринги, я не знаю. Ну, короче, ищу какие-то новые возможности. Вот. Ну и концерты, конечно, тоже еще продолжаются. Потому что каждый регион имеет свой подход к этому. По-своему. Да. Ну, мы знаем про твои концерты, про то, что куда зашел Билан, Покровский уже не зайдет. Хорошо, так повернул-то. Вот так вот. Ну, если что, он с нами. Ой, я смотрю, и группа динамии. Много кто с нами, на самом деле. У тебя что? У меня прекрасный плакат Валерия Леонтьева. Да. Слушай, он тебя смотрит прямо по курсу. На котором невозможно не остановить свой взгляд. Прямо по курсу. Как тебе Валерий Леонтьев, кстати? Я люблю его. Я тоже обожаю. Да. Между нами памяти думал, ты как во сне. Ты знаешь, что автор, который написал эту песню, это вообще называется трек на сельской станции. Вот. Ее просто переделали под диско и не спросили Эдуарда Артемьева. Вот. И сделали вот эту диско песню. Я прекрасно знаю Эдуарда Артемьева. Я могу рассказать историю. Это гений электронной музыки. Да, я стоял. Он почти стоял у истоков создания МУГа. На какой станции ты сказал? На сельской станции. Из фильма «Родня». Да. Значит, мы стояли в пробке, я увидел его в соседней машине и попросил опустить окно. Николай, Эдуард Николай. Да, я ему говорю, спасибо вам огромное за музыку. И человек, который рядом с ним сидел, он говорит, откуда вы знаете его? Откуда вы знаете? Еще тот электронщик. Да, это очень круто. Послушайте, ребята, все, если есть у вас возможность, Эдуарда Артемьева. А что мы будем слушать от Зиверт в ближайшее время? Мы почти закончили запекать альбом «Винил. Часть вторая». На самом деле, все это время, да. Мы ждем, мы ждем! Все это время идет подготовка к выпуску альбома, и мы почти готовы. А это значит, что в тиктоках и в инстастори скоро будет новая порция девочек, которые под твоей треки вот это все за рулем снимают. Почему только девять, девять, нет, я тоже буду снимать. Ты тоже снимаешь? Нет, просто мне кажется, что всегда когда… Я вообще кайфую от саунда, я просто вообще фанат колоссальный, не только я вообще. Все, вот как только ты включаешь его глаза, это свет, вот это, да, и сразу девочка за рулем машины, которая куда-то едет, и ты не понимаешь, она как бы сингл или она как бы не сингл, но огонек отправляешься. Так, вот я что недавно нашел. В одном из интервью, вот что сказала Юля. Переживать начинаю. Для участия… Иногда не знаешь, что мог там наговорить. Для участия в Евровидении у участника должна быть какая-то личность, какая-то невероятная харизма. Вот в Димке это есть внутренний огонь, внутренняя, очень мощная энергетика, как огненный шар внутри, который он распространяет на всех людей, и это какой-то особый дар. Потому что его глаза… Это что, про меня? Да. Это ты про меня? Да. Говорила. Какая-то бессовестная. Давай ответный. Моя королева. Моя королева. Билан, давай ответный комплимент. Ну, во-первых, я правда согласен с этим утверждением. Обожаю. За это я тебя люблю больше. Ну, камеры отключились, понимаешь? Как-то надо включаться. Я обожаю просто звучание Юлии Зиверт. Не только я, понятно, сотни тысяч человек. Ее слушают бесконечно. Миллионы тысяч человек. Миллионы. Миллионы что-то я загнул не туда. Вот. И, конечно, тембр. Тембр, который, ну, невозможно просто так, не знаю, ни скопировать, я не знаю, просто это подарок. Спасибо. Поэтому я очень тебя, я правда люблю. Да. Спасибо. Спасибо. А еще можно тебе вопрос скажи, пожалуйста. Вот когда молодой начинающий артист Дима Билан выстрелил, был ли у тебя плакат Билана? Был ли у тебя, не знаю, рингтон Билана? Нет. Был ли у тебя такой, что ты возле зеркала с расческой? Бело что-то из Билана? У меня, по-моему, не было плаката, но в развороте какого-нибудь журнала «Все звезды» мы все любили посмотреть на Билана. С причесочкой Биланочкой. Сейчас может быть смешной, но реально тогда прическу Биланку стригла вся страна. Мы все тогда ходили немножко странно. Ну да, у меня были брови, ниточки и округлые бедра. Давайте мы к этому обязательно вернемся в середине выпуска, потому что у нас есть даже конкурс. Высохли. Высохли. Поделишься, пожалуйста, секретом сушки бедер. Сухие бедра меня ласкают, сухие бедра шепчут мне. Итак, сейчас мы выберем, кто из вас пойдет первым. Я буду называть три факта, а один из них фейковый. Начнем с тебя, Юля. Так он говорит, да. Начнем с тебя. По паспорту этого молодого человека так и зовут Дима. В паспорте, в официальном документе. Второй факт. Его фигуры есть в музее Мадам Тюссо. Третий факт, что для альбома Перезагрузка одну из песен написал инди-музыкант Сироткин. Мне нужно выбрать фейк. Фейк. Где фейк? Работает ли он с инди-музыкантами? Моя королева. Можно ли слепить из воска вот такую красоту? И первый факт, что он написал Дима, не Дмитрий, не Дмитрий, а Дима. А в каком музее Мадам Тюссо? Он же, а он только один оригинальный? Ну, видимо, да. В Англии? Да. Просто я в каком-то еще была в Америке. Но он там как-то по-другому назывался. Вот это фигмать с репликами обычно. Угу. Это фальшивка, как говорит человек из ролика про тапок. Первое, кстати, что я подумала, что, наверное, ну, дело не в том, что там нету людей русского происхождения. Просто действительно, возможно ли из воска слепить такую красоту? Так, ты юлиешь, Юль. Юль, ты юлиешь. Так. Ну, пусть я скажу, что невозможно из воска было слепить такую красоту. Итак, в паспорте так и написано Дима Билан. Как по отчеству? Николаевич. Дима Николаевич. Дима Николаевич. Так и написано. Да. Это является зачастую проблемой. Почему? Потому что заполняют документы, пытаются написать полное имя, и этот документ становится недействительным. Да. Я, знаешь, сколько раз вот с этим сталкивался. Бюрократия. Дима Николаевич. Дима Николаевич. Да. Для альбома «Перезагрузка» писал тебе Сироткин песню, скажи. Да, Сергей Сироткин написал мне две музыки. Две музыки? Да. Но не для альбома «Перезагрузка». Не «Перезагрузка», да. И новую. А вот в музее «Мадам Тюсо» тебя нет. Нету. Увы. Я не могу сказать, что я об этом сожалею. На самом деле есть в Питере музей восковых фигур, где вообще ни один человек не похож. Мы однажды зашли туда, там просто какие-то чудовищные, да, со съехавшими париками. Это был Ургант. Это вот Билан растекся, посмотрите. И там есть фитилек у каждого. Да, да, да. Есть фитилек. Так, Дима, тебе три факта, а Юля один из них неверный. Выбери какой. А. Юля училась на дизайнера одежды. Б. Любимая песня Юлии «Мэниак» про маньяков. И третья. У Юлии есть экзотический домашний зверь «Харёк». Я вот не понял второй пункт. В смысле? Ну, мэниак. She's a мээниак, мэээниак. Да? Ну, ты знаешь эту песню? Да, конечно. Такая, там клип такой. Я знаю. Ты тоже про маньяка? Какая? Только женского происхождения. Мэнитер. Это пожирательница мужиков. Да, пожирательница мужиков. Такую музыку, да? Да. Ну, такая, знаешь. Так, ещё первый пункт какой? А первый пункт. Училась на дизайнера одежды? Мне кажется, первый пункт правда. Угу. Потому что это можно понять по часто сменяющимся имиджу. За тобой, мне кажется, никто не успевает. Угу. Вообще. Угу. Реально. Вот, второй пункт, значит, такой он очень размазанный для меня пока. Размытый, а третий? Хорёк. Хорёк. Юля и Хорёк. Юля и Хорёк. Ты представляешь эту компанию? Да, Юля и Хорёк. Юля и Хорёк. В третьем лице, но как бы тут такая игра. Вот. А ещё если говорят, что все животные похожи на своих хозяев. Вот. И хозяева. Я знаю. Я ассоциируюсь у тебя с Хорьков? А, нет. Маленькая одежда для Хорьков, например. А мне кажется, вот здесь враньё с Хорьком. Да, да. Не живёт Юля с Хорьком. Не живёшь? Юля живёт. Вот прямо сейчас, перед всей страной, перед Русью-матушкой, скажи, живёшь ли ты с Хорьком? Нет. Ты прав. Я угадал? Да. Молодец. Браво. Гениально. Гениально. Очень талантливо. Давай, смотри, рассказываю тебе. Первый вариант. Дима дважды не выиграл, то есть проиграл отбор, национальный отбор на Евровидение. Хм. Второй. У него выходил экспериментальный электронный альбом под псевдонимом Allen 24 или Allen 24, я уже даже не знаю, как пишется. И у Димы есть собственная автомастерская. Судя по костюмчику, знаешь ли. Я буквально оттуда. Ты на монтаж. Сход-развал. Где-то в заднем кармане тебе должна торчать какой-то ключ гаечный. Да-да-да. Но ты же не знаешь, что он сам так. Но грудь у тебя должна быть в масле при этом. В каком? В подсолнечном. Вообще нет. В автомобильном. В автомобильном. Мне впало. Так. У Димы был псевдоним Allen 24. Не, ну знаешь. И он дважды провалился. На самом деле это плане логично, потому что соломки себе всегда в жизни надо подложить. Это правда. Да. Правда. Про соломку. Про денежную подушку все говорят последнее время. Конечно, когда накрыло шоу-бизнес такой, что там пели только в душе. А машинки-то всегда всем надо чинить. Угу. Ну, так что? Рациональный подход. 3, 2, 1. Автомастерская Allen 24 или проваливался дважды. Так был альбом под другим псевдонимом, да? Это дважды, а там и трижды. Ну это самое важное. Третий правом будет сегодня. Я скажу интуитивно. Мне почему-то кажется, что все-таки автомастерская вранье, потому что, ну, блин, Дима супертворческий человек. Какая нафиг автомастерская? Да! Да! А теперь расскажу. В 2005 году Дима занял второе место с песней, но That Simple уступил Наталье Подольской. В 2012 году тоже второе место в дуэте с Юлией Волковой. Бабушкам проиграли. Да. Не так скажем. Уступил. Уступили. Бурановским бабушкам. Вот. Но я знаю, что у тебя нет автомастерской, но есть, по-моему, лесопилка. Да, у меня есть лесопилка. Несколько тысяч метров. Находится она в Коломне и гостиница. Видите, 4 номера. Так что, блин. Простите. Друзья мои, кому нужны брус, заготовка, речки, пожалуйста. Нет, нет, нет. Я продаю его. Нет, нет, нет. Кому нужна готовая лесопилка? Готовый бизнес. Сидите дома с малышами. Зарабатывайте от... Ну, нормально денег. А гостиницу... Нет, гостиницу сдаю. Сдаю. Понимаешь? Гомера сдаю. Ты видишь, это просто бизнесмен. Это просто бизнесмен. Так, двигаемся дальше. Три факта о Юле. Один из них неверный. Выбери какой. Первый. Юля умеет играть на укулеле. Второй. У Юли нет музыкального образования. И третья. У песни Live изначально был припев на русском языке. О! Наверное, может, и был на русском языке. А потом мы пошли ва-банк. Ты пошла ва-банк. И записала на английском языке. Понимаешь, какое-то гадание в ТикТоке. Ты пошла ва-банк. Да. И решила, значит, так. Все. С сегодняшнего дня мы творим новую историю. Поем на английском? Да. И поем припев на английском. Так. Ты считаешь, что Live, да? Да. Юля, ну расскажи. Live. Была когда-нибудь перепев на русском языке? Была. Была? Была. Угадана? Да. Была. Но по другой причине. Не потому, что мы пошли ва-банк и решили открыть что-то, какое-то новое веяние. Не получилось. В зарубежном языке пойти. Вот. А просто мы пришли. Да, у нас был готовый текст на русском языке. Мы пришли. Я пришла его петь на студию. Мы поняли, что есть такие мелодии, которые не созданы для русского языка. Вот не идет. И мы подумали... Ты не помнишь его примерно? Не помнишь, о чем там было? Как он звучал? Состояние автопилот, когда чувства без перехов. Тебе кажется, это навечно, но завтра станет все равно. О-о-о! У всех на пути лишь одни, отражения не до любви. Одинокие незнакомцы. Мы в этом городе витрин. Да? Офигенно! Слушайте, как круто! АПЛОДИСМЕНТЫ На самом деле из этих фактов вот какой. Юля умеет играть на укулеле – это фейк. Но ты уже сделал выбор. А я наоборот. Что она не умеет играть на укулеле. Ну, если вдруг, можно взять уроки быстренько. Заслуженным артистом какой республики не является Дима Билан? А – Мари Эл, Б – Ингушетия, Д – Кабардино-Балкария. Дима Билан – народный артист Ингушетии. Раз, допустим. Дима Билан – народный артист Кабардино-Балкарии. Комната по географии очень рядом находится. Ну да, я… Подсказка это за мной. Врубаю. Так, Мари Эл. И… Мари Эл. Ну? Давайте не Мари Эл. Мы ведь все не поняли, что это. Это абсолютно верно, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Дима – народный артист Ингушетии, Кабардино-Балкарии. А вот Мари Эл, ребята, давайте не отставать. Дима, сколько у нас в данный момент официально изданных дуэтов у Зивер с другими артистами? А конкретно – певцами-мужчинами? Пять? Семь? Или, как говорят в Мари Эл, семь? Или девять? Это все он. Это все я. На него пишите, пожалуйста. Смотрите, Билан подгружается. Да, да. Ждите, идет загрузка. Я слышу, как что-то шебуршит внутри. С Филипом было, да. Потом с Бастой. Потом, значит, с Максом Барских. А, господи, Лето. Четыре. Вот. И Данил, да. Это разные люди. Что, реально семь? Да, погнали. МОТ. Раз. Все, семь. Понятно. Макс Барских. Два. МД. Три. Слэм. Блин, сорян. Не лето. Люди, пожалуйста, реально, правда. Филипп Киркоров и БАСТА. Баста. Да, баста. Итого семь. Дима. Ты. Трой, четверка мне по мировой художественной культуре. Да. Куда уже давно и плотно вошла Зиверт в мировую художественную культуру. О чем я и говорю. Друзья мои, сейчас мы начнем исполнять кавер, радовать друг друга. Хочу сказать правило. Победителя в нашем шоу определяет тайный зритель. Мы раньше его приглашали в нашу комнату. Но люди из других городов говорят, обидно, что мы не можем попасть на съемки в Москву, сюда. Поэтому мы решили, что вместе с мегафоном мы сделаем тайную комнату дистанционным. Благодаря их высокоскоростному интернету у нас на проводе будет тайный зритель. И в конце выпуска он решит, кто победитель. Каким образом мы выбрали человека? Мы его выбрали благодаря тому, что он записал кавер, выложил его в соцсеть, отметил нас и поставил хэштег мегафон вайб. А вот и сам кавер, пожалуйста. Роли, роли, роли на руке. Я не жду, не жду зато. Ношу роли на руке. Деньги в нальке. Ха-ха-ха. Очень даже. Очень даже. Харизматично. Ты бы вот нажал на кнопку, сидя в кресле спины? Нет. Ха-ха-ха. Но очень харизматично. Но харизматично. Но харизматично. То есть в голосе бы он не победил, а в шоу харизма на первом канале он... Слышно, что есть задатки, но как бы надо развиваться. Это Сергей из Екатеринбурга. Он с нами смотрит этот выпуск. Скорее всего, если решает он, теперь выиграю я. Оу, еа. А это мы сейчас посмотрим и переходим к каверам. Погнали. Бум. Дима. Ай. Я хочу пригласить тебя пройти к нашему экрану, на котором ты будешь петь, существовать в песне. Сзади будут выплывать слова этой песни. А песня, я скажу, какая. Реально? Да. Твоя дочь. Ты первый? Как это? Что надо петь? Да, у нас музыкальное шоу. Какая-то импровизация абсолютно. Какая-то музыкальное шоу у нас, конечно. Конечно. Ну, давай так. Ты же народный артист. Я не народный, я заслуженный. Ты заслуженный. Боже. Кого мы зовем? Куда мы катимся? Дима Билан идет исполнять камеры под ваши аплодисменты. Поехали. Как ты думаешь, какую песню он собирается исполнять? Боже, так волнительно. Нет. Давай скажу так. Вы вдвоем из русской музыки сделали для изучения английского языка больше, чем все министерство образования. Потому что благодаря вам мы гуглили, мы искали в других социальных сетях, мы искали, как переводятся слова и твоей, и Диминой песни. Громкое заявление. Песня называется Live. Ну, я думала. Ну, это была, да, версия номер 1. Давайте так. Ну, это мечта. 100 миллионов просмотров на YouTube. Вот оригинал. Итак, композиция Live поет Дима Билан. Пожалуйста. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Не ищешь повода в глазах, когда в ожогах толк Ведь для тебя это урок куда-то унесло И вот я вновь сыграл в любовь Перезаряжай или утопи виска Но не позволь сказать, что это ладника Из небытия эти все забытия Тут любая полоса на любителя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это правда, известно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо тебе большое! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юля, дыши! Вот тот самый момент, когда ты песню Услышал, хочется еще раз послушать Блин, по-моему это круче оригинала! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально, нормально! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА я хочу ее синглом, если что, сделать. Можно будет ее тронуть? Так, стоп, секунду. Ты знаешь, к кому сходить. Мы знаем, к кому сходить. Ребята, давайте спросим у тех, кто смотрит наш выпуск. Если вы хотите отдельно этот трек, слушайте его до дыр, ставьте лайк, а мы будем смотреть на вашу реакцию для того, чтобы выпустить этот трек отдельно. Можно, пожалуйста, внести... У тебя очень классные прически в разных клипах на концертных выступлениях. Я просто хочу посмотреть, каково Билану будет стать Зиверт. Это же легендарный какой-то паричок. Стараемся не помять. Реально твой? Да, это ее реально. Боже, да! Это Лайон Ричи. Нужен парень под танцовку тебе? Дима, ты так классно пел, мы так танцевали, у меня аж ногу свело. Отлично, все, посмотрю. По-моему, и руку тоже. По поводу, кстати, прически твоей. Почему вы мне не принесли парик с Биланочкой? Вот эту? Слушайте, реально все же помнят, вот кто там, ну я не знаю, там 25+, 27+, все помнят, как страна с ума сошла от причесок. Биланка ее называют. Биланка. Да, я помню. Очень многие стилисты, с которыми я в то время работал, они все время говорили, что к нам приходится встречаться под Биланом, уже вы просто достали. Конкурс, в котором мы просим вас, ребята, написать под этим видео, как вы, так скажем, косили или хотели быть похожим на ваших любимых знаменитостей. Я носил прическу под Билана, вы, может быть, сделали какую-то татуировку, или выщипывали брови, как ваша любимая, певица или певец. В общем, пишите свои истории, как вы хотели быть похожими на своих кумиров. Три самые оригинальные получат эти невероятные умные Яндекс. Станцы с Яндекс.Музыкой, чтобы наслаждаться музыкой и знать почти все. Алиса, а кто такой Дима Билан? По данным русской Википедии, Дима Билан, российский певец и киноактер, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Кабардино-Балкарской Республики. Все, точно. Обновляют, они прошутся, конечно, двигаются вперед. Можете ее выиграть, пишите свои истории, как вы косили под селеб. А мы двигаемся дальше. Трек, который ты сейчас будешь петь, забегу чуть-чуть вперед, вышел в 2006 году. Что ты делал в 2006 году, помнишь? Умирала по этому треку. Да, реально? Вот такой еще вопрос. Там есть такая строчка, прости, пожалуйста, что я спойлер, сейчас тебе сделаю. Позволь мне немного слез. Ага. Что ты уже все вскрыл? Я хочу от тебя узнать. Когда ты последний раз плакала? Ну, в этом месяце точно да. Что это может заставить тебя плакать? Давай топ-3. Монтаж моего будущего клипа. Так. Работа. Давай так. Работа может заставить тебя плакать. Музыка. Музыка. Как развлечение. Конечно. Музыка. Кино. Сериал. Да. Да все, что угодно. Красота. Дима, а тебя что может заставить плакать? Помимо того, что когда ты сидишь в шоу «Голос», мы видим, как ты там выгоняешь шестилетнего ребенка. Просто добро, которое делается безвозмездно. Вот мне кажется, вот эта вот редкая штука, которая вам всегда просто... Ребята, не знаю, как будем мы плакать, будут у нас мурашки идти, но то, что сейчас будет, это будет круто. Юля, я прошу тебя пойти к микрофону. Итак, как вы уже догадались, композиция «Это была любовь». Дима, вопрос. 15 лет песни. Да. Да, в этом году. Как вот ты выходишь на сцену и поешь ее, как в первый раз? В 2000... 15 лет подряд. Вот расскажи, что должно быть в тебе или в песне, чтобы вот так вот сохранять эти чувства? Дело в том, отвечайте серьезно, что я пою живьем всегда на концертах. Да? Да. 98 процентов. Хорошо. Съемки не считаются иногда. Вот. И когда ты импровизируешь, ты всегда придумываешь новые ходы в музыке. Это как спектакль, неповторяющийся, знаешь? Поэтому я разноображиваю себе жизнь. А не будет такое, что она станет неузнаваемой вообще? И такое бывает тоже, конечно, но ничего. Оставь ее. Главное, чтобы мне было хорошо на сцене, а я заряжаю тогда уже людей. Да, а оставь нам, пожалуйста, вариант 2006 года, когда мы были молоды, и когда мы в первый раз, а может быть и не в первый, кто-то влюбился в этот момент. Дамы и господа, это была «Любовь». Для вас поет «Зиверт». Пожалуйста. Ах, как знать, да? Белый город во сне, он остался со мной, он укрыт в тишине, равнодушной зимой. Холодней пустоты, Без тебя, душа моя, Этот мир, как и ты, Стал чужим для меня. Прости мне мою печаль, Позволь мне немного слез, Ты скажешь, что между нами все было не всерьез. Уйдет на сегодня боль, Но завтра вернется вновь. Я знаю, что это была «Любовь». Ведь это была «Любовь». Белый город застыл, Между ночью и днем, Он тебя отпустил, Стало в сердце моем, Холодней пустоты, Без тебя, душа моя, Этот город, как ты, Стал чужим для меня. Прости мне мою печаль, Позволь мне немного слез, Ты скажешь, что между нами все было не всерьез. Уйдет на сегодня боль, Но завтра вернется вновь. Я знаю, что это была «Любовь». Ведь это была «Любовь». Была «Любовь». Так, а теперь минутка признания любви от Дины Вилана. Дина, давай, как на духу, что? Послушай, во-первых, я обалдел, Как встроился твой голос в эту музыку. Просто как родная, мы шептались с тобой. Вот, потом, конечно, я не ожидал, Что вот в этом биту она может как бы даже заиграть. Она заиграла, она стала совершенно другой. Но как бы настроение, конечно, осталось то святое, правильное. Да, хотелось оставить то святое состояние, То святое в ней, да. Поэтому, блин, я в шоке. Я что-то запланировал, я что-то хочу, Я буду просить, мне кажется. А мы хотим спросить у вас, Хотите эти треки отдельно? Тогда что нужно написать? Да, хотим, поставить лайк, А мы будем смотреть на вашу реакцию. Они дома поговорят, а мы можем разобраться здесь. Ну, а теперь вердикт жюри. Дима, когда-то ты сидишь в жюри на телешоу, А сейчас жюри становится обычный человек, Который исполнил кавер, И он скажет, чей кавер ему понравился больше. Итак, пожалуйста. Слушайте, всем большой привет. Сережа, привет. Олега, круто. Сережа, привет. Привет, здорово. Вокал надо тебе подтянуть. Спасибо. Харизма супер. Ну, я старался что-нибудь смешное придумать, У меня получилось. И мне кажется. Круто, круто. Слушайте, я в восторге от ваших версий. Спасибо. Блин, я сейчас танцевал под версию Юлии. И вообще, это было лего суперкруто. Но, когда Дмитрий пел, я даже не дышал. Так, дышать надо. Поэтому мой выбор Дмитриев. Спасибо. Решением нашего непредвзятого жюри, Которому еще нужно подтянуть вокал, Эта роза достается Диме Билану. А он ее передает восторженно. Мы можем поделить ее просто. Ну что, восторг? Восторг. Просто не хочу вставать, чтобы вы видели, что она выше меня. А я на копочке. Итак, друзья мои, это было шоу студии 69. Место, где музыканты делают друг другу приятно. До новых встреч. Дима Билан, Зиверт, Константин Анисимов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok